телезрители. Мы продолжаем телевизионный курс «Синтаксис и стилистика русского языка». Попреки заявленной теме, сегодняшний разговор начнется не с односоставного предложения, а с разговора об одном второстепенном члене предложения, об обстоятельстве. В предыдущей лекции разговор об обстоятельстве был довольно-таки беглым, неполным и лишенным примеров, поэтому мы позволим себе в сегодняшней лекции еще уделить этому члену предложения некоторое внимание. Итак, вспомним, что же такое обстоятельство. Мы уже знакомились с этим явлением. Обстоятельство – это член предложения, характеризующий действие или предмет со стороны условий протекания или существования. Что же это значит? Это значит, что, во-первых, обстоятельство может относиться как к глаголу, так и к существительному, характеризующий действие или предмет. И, во-вторых, это значит, что обстоятельство может иметь довольно широкий спектр значений со стороны условий протекания или существования. Вот в каких условиях протекает или протекает действие или существует предмет. Обратимся к конкретным типам обстоятельств. Обстоятельства – образы действия. Они указывают на то, как протекает действие или как существует предмет. Отец ходил как? С трудом. Город жил как? На авось. Ну, мы видим, что обстоятельство может быть выражено существительным с предлогом и может быть выражено также на речи. С трудом существительное с предлогом на авось на речи. Обстоятельства меры и степени. Довольствие лошадей сделалось весьма затруднительным. Обстоятельство весьма указывает на то, в какой мере сделалось затруднительным довольствие лошадей. Обстоятельство времени. Перед вечером прошел долгий дождь. Обстоятельства времени, как говорится в школьном курсе, отвечают на вопросы «когда», «с каких пор», «до каких пор» и подобные вопросы. Обстоятельства места. Опять же, как говорится в школьном курсе, отвечают на вопрос «где», «куда», «откуда». Посмотрим, например, «в гостях», «на улице» и «дома» я вижу тонкий профиль «твой». В данном предложении обстоятельства «в гостях», «на улице» и «дома» однородные обстоятельства выражены существительными с предлогом «где в гостях», «где на улице» и выражены они бывшей формой существительного, которая уже в значительной мере застыла и стремится перейти в наречие дома. В общем-то, можно рассматривать ее уже как наречие. Обстоятельства причины. Отвечают они на один и тот же вопрос. Почему? В общем, намного реже встречаются, чем предыдущие перечисленные типы обстоятельств. Однако примеры тоже привести можно. От мороза побелели деревья, лошади и бороды. Почему побелели? Побелели от мороза. Мы видим, что обстоятельство причины может быть выражено существительным с предлогом. Обстоятельства условия. Они отвечают на длинный вопрос, при каком условии. И, в общем, так же, как обстоятельства причины, довольно-таки редки в русском языке. Например, без знания психологии нельзя быть учителем. При каком условии нельзя быть учителем? Без знания психологии. Без знания, точнее. Без знания чего? Психология. Психология – это уже дополнение. Нужно сказать, что без знания – это, опять же, существительное с предлогом. Обстоятельства уступки. Отвечают на вопрос, несмотря на что. Обратимся к примеру. Весь дом казался спавшим, несмотря на яркое освещение. Нужно сказать, что обстоятельства уступки, в отличие от других обстоятельств, чаще бывают распространенными, чем нераспространенными. И нужно сказать, что обстоятельства уступки обычно обособляются. Вот. Ну вот на этом можно и закончить разговор об обстоятельствах и перейти уже к непосредственному предмету сегодняшнего разговора – к односоставному предложению. Односоставное предложение – это такое, в котором основа представлено одним главным членом. Односоставное предложение интересно тем, что оно по своей структуре противостоит как словосочетанию, так и сложному предложению. Односоставное предложение является таким типом простого предложения, которое по структуре содержит только одну единицу. Вообще это довольно-таки странные в синтаксисе обстоятельства, поскольку синтаксис изучает последовательности слов, сопряжения, сочленения слов. А здесь вот целое предложение может быть выражено одним всего словом. Вот. Кстати сказать, многие типы односоставных предложений, представленные в русском языке, при переводе на другие языки оказываются двусоставными, и там вводится или подлежащее, незначащее, ну, как правило, это местоимение, оно, например, или вводится сказуемое, также условное, формальное, чаще всего это глагол «есть» в какой-либо спрягаемой форме. Так вот, в русском языке, в отличие от европейских языков, например, немецкого, английского, в русском языке, возможно, действительно, возможно, такие предложения, в которых может быть один главный член в структуре, и вообще оно может состоять только из одного этого главного члена. То есть мы говорим о синтаксической единице, одноструктурной, о синтаксической, то есть имеющей отношение к сопряжениям слов, но состоящей из одного слова. И поэтому как раз вопрос об односоставных предложениях является довольно-таки сложным в науке, а некоторые части этого вопроса вызывают долго идущие споры, о которых мы сегодня поговорим. Нужно сказать, что главный член односоставного предложения не может быть характеризован как, собственно, подлежащее или, собственно, сказуемое. Но почему это так? Потому что подлежащее и сказуемое мы все-таки выделяем в связи друг с другом, говорим о том, что сказуемое зависит от подлежащего, как-то в каких-то категориях согласуется даже с ним. С другой стороны, мы должны сказать, что главный член односоставного предложения всегда независим, и мы не можем называть его сказуемым, если он независимый. С другой стороны, нельзя называть его подлежащим, потому что от подлежащего зависит сказуемый, это тоже определяет подлежащее, а зависимого от него главного члена нет. То есть это вот такая вещь в себе. Главный член односоставного предложения является особой структурной единицей русского языка. И характеризовать его можно не по тому, какую конкретно функцию он в предложении выполняет. Мы не можем разделить главный член односоставного предложения на подлежащее сказуемое, а по тому, чем он выражен. И вот по этому классифицируются и все односоставные предложения. Среди типов односоставного предложения по главному члену можно выделить типы с именным главным членом и типы с глагольным главным членом, как мы можем видеть на наших экранах. Большинство предложений с именным главным членом называются номинативными, среди которых выделяют бытийные, указательные, императивные. И вот как раз что вызывает значительный спор. Иногда выделяют назывные предложения. О них мы сегодня отдельно поговорим. Нужно также сказать, что иногда еще выделяют и так называемые генитивные предложения с главным членом в родительном падеже. Ну, например, снегу-то, снегу-то кругом. Где снегу-снегу будет главным членом односоставного предложения. Ну, вот это тоже вопрос довольно-таки сложный. Может ли быть главный член в родительном падеже? И мы о нем сегодня только упоминаем. Говорим, что он спорный. И в дальнейшем его просто не рассматриваем. Что же касается главных членов, представленных глаголом, то они могут реализовывать разные типы односоставного предложения, которые имеют, соответственно, название определенное личное предложение, неопределенное личное предложение, безличное предложение, обобщенное личное предложение и предложение инфинитивное. Ну, как уже можно видеть из названия, главный член будет представлен инфинитивом. Что касается номинативных предложений, то это такие предложения, в которых главный член представлен именем в именительном падеже, но обычно именем существительном в именительном падеже. Например, мелколесье, степь и дали, свет луны во все концы. В этом предложении мы видим целый ряд существительных, которые образуют предложения и которые являются главным членом номинативного односоставного предложения. Мелколесье, одно слово образует целое предложение, степь и дали. Тут два однородных главных члена односоставного предложения образуют предложение. Свет луны во все концы. Но тут мы видим уже у слова свет ряд зависимых слов, то есть номинативное предложение может быть как распространенным, то есть имеющим зависимые, с главным членом имеющим зависимые слова, второстепенные члены, так и нераспространенным, что намного более замечательно. То есть одним словом мелколесье может быть представлено целое предложение. И вот тут начинаются долгие рассуждения. Иногда пытаются дать отсылку к значению слов, что вот где не все слова существительные могут быть главным членом номинативного предложения, а только те, которые по лексическому значению своему способны обозначать бытийность. Ну хорошо, когда там вот зима, крестьянин торжествуя над ровных обновляет путь. Зима. Зима это, понятное дело, существительное, которое обозначает отрезок времени. Отрезок времени действительно связан с бытийностью, существованием, значение бытийности непосредственно со временем связано всегда. И можно сказать, что зима указывает на настоящее время в силу своего лексического значения. Тут все очень хорошо. Ну, когда главный член указывает на пространство, тоже как-то довольно понятно, почему бытийные. Ночь, улица, фонарь, аптека. Улица, вот, ночь указывает на отрезок времени, улица указывает на место. Тоже некоторые бытие в настоящем времени, в реальной действительности. Мелколесие уже вроде как и не место, а предмет. Вот, поэтому все попытки ограничить круг существительных, которые могут быть главным членом номинативного предложения, каким-то лексическим значением, или каким-то типом лексического значения, на мой взгляд, выглядят несколько неубедительно. Вот, а мы движемся дальше и рассматриваем конкретные типы номинативных предложений, собственно, так и не дав ответ на вопрос, в силу чего же предложение может быть выражено, представлено одним главным членом, выраженным существительным. Вот, ну, боюсь, что четкого ответа на этот вопрос в науке так-таки и нет до сих пор. Итак, номинативные предложения могут обозначать бытие, наличие предмета, указывать на предмет, служить для побуждения к действию. Следовательно, они могут быть и разного типа. Те, которые выражают бытие, называются бытийными, те, которые указывают на предмет, называются указательными, те, которые служат для побуждения к действию, называются по-разному, иногда их называют императивными. Мы остановимся вот на этом названии. Нужно сказать, что указательные предложения отличаются от бытийных формально, как правило, наличием указательной частицы, а в речи наличием указательного жеста, который сопровождает это предложение. Там, вот мельница, она уж развалилась. Ну, надо себе представить так, что если мы читаем текст письменный, то указательный жест надо домысливать. Итак, бытийные предложения. Шепот, робкое дыхание, трели соловья. Мы можем, конечно, утвердать, что вот эти три предложения, шепот, робкое дыхание, трели соловья, совершенно определенно указывают на факт, на наличие, на наличие вот некоторых наблюдаемых явлений в той действительности, которую окружает автор. Но нужно сказать, что нельзя сделать вывод, что вот значение бытия, наличие каким-то образом вытекает из лексического значения слова шепот или слово дыхание. Вот это не пространственно-временная характеристика, не персональная характеристика, никакого отношения к грамматическим значениям. Предикативности, по-моему, слово шепот не имеет и иметь не может. Еще пример уже упомянутый. Зима. Крестьянин торжествуя над ровнях обновляет путь. Но тут, как уже было сказано, совершенно замечательно. Слово «зима» вписывается в концепцию, что вот существительность способна указывать на время. Да, оно действительно указывает на время, поэтому оно является главным членом односоставного предложения и выражает вместе с тем значение бытия, наличия явлений в реальной действительности в настоящем времени, то есть предикативное значение. Указательные предложения. Вот он и крест. Вот и дорога. Громко проговорил ямщик. Вот предложение «вот он и крест, вот и дорога» помимо существительного в именительном падеже в качестве главного члена содержит еще указательную частицу «вот». Ну и, как уже мной было сказано, по всей видимости, в таких предложениях «вот он и крест, вот и дорога» нужно домысливать указательный жест. Ну а я, воспользовавшись возможностями телевидения, прибавил этот указательный жест к чтению данного предложения. Ну и, наконец, побудительные предложения. Евсюков сказал промерзшим голосом «стой, ночевка». В этом контексте в прямой речи «стой» — это предложение с главным членом выраженным глаголом в повелительном наклонении, а потом «ночевка» — предложение с главным членом выраженным существительным. Ну вот в связке с глаголом в повелительном наклонении, ну хотя бы даже не в связке, а по соседству, оно действительно Обязательно обозначает побуждение к действию, и можно считать, что есть такой тип побудительных предложений. Можно вспомнить еще примеры, как доктор говорит, постельный режим, теплое питье, покой, никаких волнений. Тут явно предложения с главным членом существительным, номинативные, и все они выражают рекомендации, то есть побуждение к действию. Назовные предложения. Это тип номинативных предложений, который выделен Пешковским в русском синтаксисе в научном освещении. Они вызывают наибольшее количество споров. До сих пор ряд ученых отстаивают, что такие предложения есть. Ряд ученых отстаивает точку зрения, что таких предложений нет. Сначала познакомимся с некоторыми высказываниями, а потом уже займемся и обсуждением. Итак, назовные предложения. Это тип номинативных предложений, которые реализуются в вывесках, надписях, каких-то ярлыках и тому подобных явлениях. В назовные предложения входят названия книг, журналов, картин, состоящих из слова или словосочетания с номинативным значением. Нужно сказать, что назовные предложения выражают суждение существования, то есть обозначают наличие предмета в действительности. И употребляются для того, чтобы обозначить или выделить какой-то предмет или явление, указать на него, раскрыв его значение наименованием. Следовательно, это не просто слова, а предложение. Вот эту вот всю длинную цитату мы заимствуем из учебника профессора Веры Васильевны Бабайцевой. Учебник этот написан в 60-е годы и не один раз еще переиздавался. И в других своих научных и учебных работах, простите, методических работах Вера Васильевна эту мысль повторяла. Так вот, мы видим, что до нашего времени, а Вера Васильевна является нашим современником, до нашего времени точка зрения о том, что вывески, ярлыки и прочие подобные номинативные конструкции являются предложениями, она живет. Нужно сказать, что эта точка зрения поддержана не только авторитетом лингвистов, ну вот, такого известного лингвиста, как Пешковский, и, в общем-то, тоже известного в своих кругах лингвиста профессора Веры Васильевны Бабайцевой. Эта точка зрения представлена и в трудах мыслителя русского, философа Алексея Федоровича Лосева. Почитаем, что писал Лосев. Совершенно спонтанно, с другой стороны, подошедший к этому вопросу, со стороны рассуждения о бытии, о существовании вообще предметов в мире, а не о предложении, он подошел к вопросу как раз о предложении. Итак, читаем. Если мы идем по улице и читаем вывеску булочная над каким-нибудь магазином, то слово, хотя и написано отдельно, вовсе не есть отдельное слово. Это слово, безусловно, обозначает собой целое предложение. И вообще, любые надписи, подписи, вывески, лозунги, хотя бы они состояли только из одного слова, конечно, означают собой целое предложение, а иной раз даже и несколько предложений. Ну, еще раз вот мы видим, это высказание принадлежит Алексею Федоровичу Лосеву, русскому мыслителю и философу, одному из самых величайших русских мыслителей XX века. Так вот, нужно сказать, что точка зрения Веры Васильевны Бабайцевой, точка зрения Пешковского, точка зрения Лосева, она не совсем одинакова. Если Пешковский и Бабайцева, вслед за Пешковским, выделяют назывные предложения как тип, то Лосев, поскольку он не грамматист, он только утверждает, что вот эти вот назывные конструкции являются предложениями. Так вот, на мой взгляд, следует вдуматься в то, что пишет Лосев. Да, они являются предложениями, но это не значит, что их следует выделить в особый тип, потому что получается тогда так, что все предложения мы выделяем по значению, бытийные, потому что обозначают бытие, указательные, потому что обозначают указания, повелительные, императивные, потому что обозначают побуждение к действию, а вот назывные мы выделяем потому, что они вывески. Вот это действительно логическое противоречие. И здесь можно вполне понять тех, кто спорит с Бабайцевой и с Пешковским. С другой стороны, если снять выделение их как отдельного типа, типом их не называть, то можно все-таки утверждать, что да, они являются предложениями, так же, как и любые другие односоставные предложения. И чем действительно отличается слово «аптека» у блоков стихотворений в известном, которое начинается со слов «ночь», «уллица», «фонарь», «аптека» и слово «аптека», написанное на вывеске? Функции. И то, и другое слово обозначают бытие предмета в действительности. Мы читаем вывеску и знаем, что под этой вывеской должен быть такой предмет. Только тогда это не назывное, как особый тип предложения, а это предложение номинативное, обычное, бытийное, которое обозначает бытие. Нужно сказать, что другие вывески, которые содержат в своем названии целую основу, могут содержать или надписи какие-то. Например, может быть и глагольный главный член названия конфет «А ну-ка, отмени», или название пьесы «Свои люди сочтемся». Здесь мы видим явно, что даже не только одно предложение двусоставное может быть, может быть и сложное предложение в названии. Так вот, мысль Лосева заключается в том, что все то, что содержится в вывесках и названиях, является предложением. Является оно не особым типом предложения, а таким типом предложения, на которые указывает структура этого явления. Ну, это я уже добавляю к мысли Лосева. И не потому, что оно является вывеской и названием, а потому, что оно обозначает. Обозначать оно может как бытие, так и указание. Может быть, стрелка в качестве указательного жеста, выход и стрела под ним. Соответственно, мы видим указание, указательное бытийное предложение и так далее. Могут быть и приказные бытийные предложения в составе каких-то там объявлений. Запретная зона, например. Итак, мы делаем окончательный вывод, что все-таки предложения, которые выделены под общей шапочкой, назывные, они существуют. Но не следует их так выделять по такому логическому принципу, а следует распределить их в разные группы. Перейдем к характеристике односоставных предложений с главным членом выраженным глаголом. Прежде всего, нужно сказать, что тип предложения зависит от того, каким глаголом, в какой форме выражен главный член. Есть предложения определенные личные, которые обозначают действие того, кто говорит, или действие того, кто слушает, то есть собеседников. И в соответствии со значением главный член представлен глаголом в форме первого или второго лица, изъявительного или повелительного наклонения. Почему так, в форме первого или второго лица? Да потому что первое и второе лицо как раз указывают на того, кто говорит, или на того, кто слушает. Обратимся к примерам. Мы видим здесь односоставное предложение с главным членом «хочу» выраженным глаголом в первом лице в изъявительном наклонении. Ну, совершенно понятно, что это действие «хочу» относится к говорящему. «Лейся, песня звонкая, вылей, трель унылую». Мы видим здесь целых два односоставных предложения с главным членом, выраженным повелительным наклонением. «Лейся» и «вылей». Соответственно, мы можем сказать, что здесь главный член также указывает на того, кто участвует в общении, но это только по структуре, поскольку здесь речь идет о песне. Текст художественный, имеет место олицетворения, то есть присвоение неживому объекту действия живого. То есть с песней как-то разговаривают, она может слушать. Поэтому конструкция воспринимается не вполне однозначно. Если учесть олицетворения, то все нормально. Песня получается собеседником поэта в поэтической речи вполне уместное явление. Есть тип предложений неопределенно личных. Они указывают на действия того деятеля, который говорящему неизвестен. Говорящий не знает, кто действует. И, соответственно, с этим они выражаются формой глагола во множественном числе. И во множественном числе третьем лице, надо оговориться. В первом и втором лице будут определенно личные. Или во множественном числе в прошедшем времени. Надо заметить, что как по русской поговорке у семеня не дитя без глазу, так и во множественном числе непонятно, собственно говоря, кто делает, когда называют сразу много деятелей. Поэтому исказуемо неопределенно лично. Ну, например, цыплят по осени считают. Кто считает? То один, то другой. То ли все, то ли кто-то один из них. Или на селе про него разное говорили. Кто это говорил на селе? Говорили, кто такие. Все, кто жили на селе, один кто-то. Может быть, не один, но довольно ограниченный круг лиц. Это неизвестно говорящему. Известен только тот факт, что действие такое было. Следующий тип. Безличные предложения. Но наиболее интересные по структуре. А по значению довольно понятные. Обозначает действие, происходящее без деятеля. Ну, это, правда, оговоримся, что понятный в рамках русского менталитета и в рамках русского языка. Вообще-то в европейских языках никакое действие не обозначается как происходящее без деятеля. Или, как я говорил, обязательно какой-нибудь подлежащий добавляется туда. Ну, разве что за исключением тех случаев, когда просто кричат в наплыве эмоций. Что-нибудь там уже подлежащего может не быть. А в русском языке очень свойственно нам свои собственные качества изображать как... Свои собственные действия изображать как происходящее без деятеля. Происходящее помимо нашей воли, помимо нашего сознания. Это замечено исследователями-лингвострановедами, которые сравнивают употребление конструкций русских и французских. Ну, вот, в частности, Гаг писал, что русский человек, в отличие от француза, очень склонен называть свои действия безлично. То есть, как происходящее помимо его воли. Ну, приведем пример. У Островского Самсон Силович Большов говорит, «Ведь и деньги-то есть, а ведь только отдавать-то мне их не хочется». И вот он это самое «не хочется» выражает безлично. Он не говорит от себя лично, я не хочу, это было бы преступлением, потому что он должен. А вот это «не хочется», которое давлеет над ним, приходит откуда-то сверху, осуществляется само по себе. Это вот коренное свойство русского языка. Но обратимся к другим примерам. Ну, прежде всего, нужно сказать, что главный член безличного предложения может быть выражен весьма разными способами. Главным образом, это третье лицо единственного числа. Или прошедшее время, единственное число, средний род. Так же бывает глагол в специальной безличной форме. Ну, кроме того, нужно сказать, что безличное предложение может иметь просто сказуемое «нет», которое считается в синтаксическом плане равнозначным глаголу в третьем лице. И могут быть также некоторые синтаксически неделимые словосочетания со словами категории «состояние» «должен», «не должно», «не нужно» и так далее. Еще раз рассмотрим все эти типы. Так меня холодом и обдало. В данном контексте главный член односоставного предложения представлен глаголом в прошедшем времени в среднем роде. Что обдало холдом неизвестно, обдало само по себе. С утра моросит. В данном предложении главный член представлен глаголом в третьем лице единственном числе. Но здесь уж совсем трудно указать, что моросит. «Нет ни пищи, ему ни отрады». В данном предложении главный член представлен словом «нет». «Мне от русских больно спиться». Ну, нужно, наверное, привести цитату целиком. «Ей сна нет от французских книг, а мне от русских больно спиться». И вот здесь как раз представлен глагол в специальной безличной форме. Действительно, нет же такого глагола в русском языке, который бы имел частицу, простите, точнее будет сказать не частицу, а постфикс «ся» в спрягаемых формах первого, второго лица. «Сплю», там «ся» никак не добавишь, «спи», «спишь» и тоже «ся» никак не добавишь. А вот «спиться» почему-то добавляется. Это одна единственная форма глагола «спать». От другого глагола «ся» нет, «спаться» нет такого глагола. Эта форма обозначает действие, происходящее без деятеля. Вот мне больно спиться. Ну, еще можно привести хрестоматийный такой пример из детской поэзии. «Не идется и не едется, потому что гололедится, но зато отлично падается». Вот здесь «идется», «едется» и «падается» — это тоже безличные формы личных глаголов. Ну, еще один пример рассмотрим. «Нужно найти дорогу». Вот здесь как раз слово категории «состояние» с модальным значением «нужно». Его рассматривают обычно как сопряженное с нулевой формой глагола «быть». То есть «есть» нужно как бы найти дорогу. Это тоже форма выражения безличного предложения. Есть и другие типы односоставных предложений, где главный член представлен глаголом. Обобщенные личные предложения обозначают действия, которые могут быть характерны для многих деятелей, которые относятся сразу ко всем или, по крайней мере, к некоторым объединенным этим действиям, которые относятся к любому. Так вот, нужно сказать, что в отличие от всех других предложений, по формальному признаку эти предложения выделить нельзя, так как по форме они совпадают, например, с неопределенно личными и с определенно личными. Посмотрим. Главный член обобщенно-личных предложений может быть выраженным глаголом в единственном числе втором лице или во множественном числе третьем лице. Ну, что, собственно, совпадает и с неопределенно личным предложением, и с определенно личным предложением. Поэтому противопоставить их по форме, к сожалению, нельзя. Можно отличить их только по значению. Что и попробуем сделать. Любишь сына, ломай спину. Любишь, сказано, это неопределенное личное предложение, это обобщенное личное предложение. Сказано, это не про конкретного собеседника, а про любого. Опять же, ломай спину, повелительное наклонение, единственное число, второе лицо. Ломай. Это сказано, опять же, не про любого собеседника, а про конкретного. «Пашню пашут, руками не машут» — это обобщенное личное предложение, которое по форме совпадает уже с неопределенным личным предложением. «Пашут» и «машут» сказано не про неизвестных лиц говорящему, а сказано про любых лиц, про всех, кто занимается этим делом. Ну и, наконец, поговорим об инфинитивных предложениях. В инфинитивных предложениях обозначается действие потенциальное, то есть возможное, несоотнесенное с деятелем, которое может только произойти. Ну и в соответствии с названием главный член инфинитивного предложения выражается независимым инфинитивом, то есть неопределенной формой глагола. Рассмотрим пример «Не нагнать тебе бешеной тройки» или еще «Я знаю саду цвесть». Вот «Не нагнать» — это как бы потенциально невозможное действие, а «саду цвесть» — цвесть инфинитив, опять же, ну в смысле цвести, архаическая форма. Это потенциально возможное действие. Ну вот, собственно, на том разговор об односоставном предложении и исчерпан. Полное и неполное предложение. Мы не случайно ставим эти две темы по соседству, односоставное и полное, неполное, потому что иногда считают всякое односоставное предложение неполным. Но иногда я имею в виду не ученых людей, а людей, учащихся. Так вот, это неверно. Односоставное предложение может быть неполным, если там пропущено что-то. Но не потому ни в коем случае, что в нем один главный член. В нем предусмотрен только один главный член, и оно с ним полное, ему другого главного члена не нужно. А неполное предложение — это несколько иная вещь. Если в полном предложении все структурно необходимые члены предложения выражены, то в неполном предложении пропущен какой-то из структурно необходимых членов предложения. Подлежащее, сказуемое или обязательное дополнение, которое восстанавливается из контекста или ситуации. Чем же отличается тогда односоставное и неполное? Что значит пропущен? В односоставном предложении, вот, не спится мне, деятель, собственно говоря, назван. То есть, я не сплю. Деятель назван, только не спится кому? Мне, дательным падежом, местоимение. И добавить сюда подлежащее совершенно никак невозможно. Или там сказуемое. То есть, вот один главный член и другого быть и не может. Если же предложение имеет пропущенный главный член, то его можно добавить. Больше того, его можно где-то по соседству найти. Отец пошел на работу, а сын в школу. И здесь мы видим, что во втором предложении пропущенный сказуемый пошел. На месте пропущенного сказуемого, как правило, ставится тире, вот, как это видно из нашего примера. И мы можем утверждать, что это предложение неполное, потому что в нем пропущен структурно необходимый главный член, который можно туда подставить, чем и доказывается, что он пропущен. Но требуется, который можно туда подставить и который, кроме того, можно найти в окружающем контексте. Следующее, маленькое подтема нашего разговора, это предложение осложненное. Что такое осложненное предложение? Осложненное предложение содержит конструкции, не связанные с основным составом предложения. Вводные слова и предложения, ну, кроме того, еще обращения, присоединительные какие-то попутные добавочные замечания. А также конструкции, содержащие добавочные высказывания. Однородные члены и обособленные члены. Ну вот, что здесь нужно сказать, что осложненных предложений довольно большое количество, и разговор о них сводится, собственно, к разговору о пунктуации, о том, какие члены предложения обособленными являются, какие не являются, что является вводным словом, а что не является. Этот разговор относится не столько к системе языка, сколько он относится к надсистеме, к надсистеме правописания. Поэтому подробного освещения в сегодняшней лекции он не получит, так как не вполне согласуется с ее концепцией. Однако некоторые примеры мы все-таки приведем. У плетня заросшая крапива обрядилась ярким перламутром и, качаясь, шепчет шаловливо с добрым утром. Вот здесь мы видим осложненные предложения, осложненного, но обособленным обстоятельствам, выраженным депричастием, качаясь. Вот. Я думаю, что, собственно, на этом разговор об осложненном предложении можно и закончить. Ну, еще буквально несколько слов в завершении нашего разговора мы скажем об актуальном членении предложения. Что такое актуальное членение? Актуальное членение — это явление не столько структурно-семантическое, сколько коммуникативное. Оно соответствует целям и задачам говорящего. Так вот, нужно сказать, что в ситуации конкретной беседы говорящий строит свое высказывание закономерно, сообщая нечто новое слушающему не просто так, а с опорой на нечто старое, что слушающий уже знает. Нельзя дать просто информацию, можно дать информацию в рамках какого-то уже известного фрагмента действительности. Поэтому почти каждое предложение можно разделить на две части, если оно вообще имеет две части. А иногда высказывается с точки зрения, что даже и односоставные, выраженные одним главным членом, тоже можно разделить логически на две части. На часть старую, известную, которая приводится как бы для опоры высказывания, и на часть новую. Ну вот, рассмотрим два простенькие примера. Как мы будем выделять старую часть и новую часть. Соответственно, старая часть называется темой, а новая часть называется ремой. «Я дежурный», может сказать человек, отвечая на вопрос «кто дежурный?». Простите, соответствует вот эта вот второй надпись, а не первой. «Я дежурный» в данном высказывании мы подчеркиваем интонацией слово «я», «я дежурный», и мы видим, что слово «я» является новым в сообщении, то есть его ремой, а дежурный является старым. Если же человека спрашивают, почему ты убираешься, а он отвечает на это «я дежурный», и мы подчеркиваем интонацией слово «дежурный», как дано в первом нашем примере, и мы можем сказать, что оба высказывания абсолютно не равны по значению. Там, где слово «дежурный» является ремой, «я дежурный», сообщается нечто новое о себе, а там, где слово «я» является ремой, то есть новым в сообщении, сообщается нечто новое о ситуации вообще, кто в этой ситуации дежурный, хотя заранее известно, что он должен быть. С этих коммуникативных позиций, на которых мы долго останавливаться не будем, логическим подлежащим является то, что известно заранее, логическим сказуемым является то, что сообщается нового, но мы не имеем сейчас уже времени, чтобы вдаваться в эту теорию подробнее. На этом задачи сегодняшней лекции исчерпаны, решены, материал весь освещен, как это и было заявлено в теме. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.